Привет, ребят! С вами Полина Червовой, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полины Червовой». В этом видео я расскажу вам о нескольких секретах, как сделать свою речь максимально похожей на речь носителя. То есть, как часто получается, новички учат английский, учат-учат по учебникам, а когда начинают говорить с носителями, то их речь немножко не похожа на речь носителя, да? То есть, у нас в родном языке всегда есть какие-то словечки, выражения или какие-то приемы, которые мы используем каждый день, но о них, естественно, не рассказывают в грамматике русского языка. Также и в английском. И сегодня я расскажу вам о этих секретах и приемах. Если вам интересно, то не переключайтесь и оставайтесь со мной до конца. Итак, эту тему я разбила на три части. Первое. Что делать? Второе. Какие упражнения нужно делать, чтобы достичь результата? А третье. Полезные привычки. И сейчас мы с вами поговорим о том, что же делать, чтобы ваша речь была максимально похожа на речь носителя. Первое. Старайтесь использовать фразовые глаголы. Что такое фразовый глагол? Это глагол с предлогом, который имеет какой-то свой смысл. Иногда предлог и глагол имеют логичный перевод, а иногда нет. Например, look up – это посмотреть вверх, да? Но, например, фразовый глагол look for переводится как искать, что немножко нелогично и непонятно. Фразовые глаголы присущи исключительно разговоренной речи и практически не используются в бизнес-английском. Поэтому старайтесь как можно чаще использовать их в своей повседневной речи. Например, фразовыми глаголами можно заменить обычный глагол. Допустим, у нас есть слово educate – это глагол, который переводится как воспитывать. Но у нас есть и фразовый глагол, который переводится как воспитывать. Это bring up. Bring up – да, это тоже воспитывать. Старайтесь использовать фразовый глагол вместо обычного глагола. Либо еще пример. Можно сказать return – возвращаться. А можно сказать go back или get back. Так, выберите и возникайте предпочтение фразовому глаголу, а не обычному слову. Конечно, ваша речь не должна состоять из одних фразовых глаголов. Всего должно быть в меру. Фразовые глаголы – это большая тема в английском языке, которую я, конечно, не смогу вам рассказать и объяснить за короткое видео. Поищите учебники по фразовым глаголам или видео. Даже у меня на канале много видео по фразовым глаголам. Также хочу обратить ваше внимание на некоторые фразовые глаголы со словом up. Они добавляют нашей речи больше выразительности. Например, eat up, drink up, use up. Переводится как все съесть, все выпить или все использовать. То есть, в принципе, можно сказать и без up. Но частицы up добавят больше эмоциональности в вашей речи. Попробуйте использовать и такие фразовые глаголы, тогда ваша речь станет более живой. Следующий пункт, на который нужно обратить внимание, это слова-паразиты. Они есть в любом языке, и в русском, и, конечно же, в английском. В английском языке слова-паразиты называются fillers. И используются они для того, чтобы заполнить какие-то пустоты в вашем предложении. Например, мы можем их использовать для того, чтобы показать, что мы думаем. Допустим, вас спрашивают, ну что, ты поедешь с нами завтра на дачу? И вы говорите, well, you know, I think, yes, I think I will go with you, да? То есть, знаешь, да, да, я думаю, я поеду с вами. То есть, мы с вами показали наш мыслительный процесс. Также мы можем их использовать для того, чтобы смягчить высказывания. Допустим, вы сидите с подругой в ресторане, и у нее здесь что-то в зубах, да? И если вы скажете, hey, there is something in your teeth. Слушайте, я там что-то в зубах застряла. Это будет грубовато, да? А если вы скажете, well, you know, there is something in your teeth. Знаешь, здесь что-то у тебя в зубах, да? Это будет более вежливо, более мягко. То есть, эти слова делают нашу речь более живой, такой, да, окутывают ее как будто бы. Также мы можем использовать слова-паразиты, или, как я уже сказала, fillers, для того, чтобы тянуть время. Есть такой маленький секрет. Если вы готовитесь к сдаче какого-то экзамена, допустим, IELTS, и на speaking party, то есть разговорной части, вас преподаватель о чем-то спрашивает, и вам нужно начать сразу же отвечать на его вопрос, ответ на который, например, вы не знаете, и вам реально нужно время, чтобы придумать. Официально разрешено использовать слова-паразиты, чтобы потянуть время. Например, он задал вам какой-то суперсложный вопрос. Например, как ты видишь развитие нашей цивилизации через 50 лет? Что? Откуда я знаю? Никогда не думала о таких вещах. И вы говорите, you know, well, let me think, you know, yes, I have an idea, да? То есть вы посидели, вы не молчали. Если вы просто зависнете вот так, что, то это будет неправильно. Вы вроде бы что-то говорили все это время, но, получается, говорили ни о чем, да? То есть вы использовали как раз-таки вот эти слова-паразиты, которые дали вам возможность протянуть время. И последнее, мы можем использовать слова-паразиты для того, чтобы вовлечь собеседника в наш разговор. Для этого нужно в конце предложения просто добавить you know, или, например, you know what I mean, то есть ты знаешь, представляешь, или ты понимаешь, что я имею в виду. Например, you can use this word every day, you know what I mean. Ты можешь использовать это слово каждый день. Понимаешь, что я хочу сказать, да? Или, например, it was a really big horse, you know? Это была реально огромная лошадь, представляешь? То есть вот этим вопросом в конце мы как будто бы его заставляем продолжить беседу с нами. То есть мы ждем от него какого-то ответа, тем самым вызывая у него ответ, ответную реакцию. Я надеюсь, что мое объяснение было достаточно понятным, и вы сможете уже сегодня начать использовать эти маленькие слова-паразиты в своей речи. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это идиомы. Они есть в каждом языке. Давайте сейчас вспомним, какие есть идиомы в русском. Например, биться как рыба об лед, или белая ворона, или работать за копейки. То есть вы по факту не работаете же за копейки, вам же не могут платить две копейки. Но мы говорим работать за копейки, значит работать за какие-то очень маленькие деньги. В английском языке тоже есть идиомы. Иногда они очень похожи на наши русские, но иногда все равно звучат по-другому. Поэтому старайтесь обращать на них внимание и тоже чуть-чуть использовать свои речи. Конечно, не надо пытаться их вставить в каждое предложение. Этого будет слишком. Чуть-чуть, в меру, понемногу. Слушайте, как используют их носители, и тоже используйте их уместно. Сейчас я вам расскажу про несколько идиом. Первое. Work for peanuts. Работать за орешки. Peanuts – это арахис, да, то есть тоже копейки. Работать за копейки в английском языке звучит как work for peanuts. Либо я могу сказать it costs peanuts. Это стоит копейки, да, то есть это стоит столько же, сколько орешки. It costs peanuts. Если же вы хотите сказать, что что-то стоит очень дорого, то есть, не знаю, просто неимоверная сумма для вас, то вы говорите It costs an arm and the leg. Это стоит руки и ноги. У нас в русском, я, честно, не помню такой идиомы, но в английском языке всегда говорят, например, Эта квартира стоит мне руки и ноги, то есть она очень дорогая, невероятно дорогая. Также есть идиомы, например, То есть день плохих волос. Я себе объясняю так, когда у тебя грязная голова, весь день все валится из рук, да, то есть как раз таки это день, когда у вас грязные волосы, у вас ничего не получается. Но вам не обязательно в этот день иметь грязные волосы, вы можете просто сказать, что это ужасный день, сложный, и вы очень устали, и у вас ничего не получалось. И последняя идиома, одна из моих любимых, также ее очень любят мои участники марафона и постоянно ее тоже используют. It's not my cup of tea. То есть она не переводится как Это не моя чашка чая. Вы можете перевести ее как Это не мой конек, Это не то, что мне нравится. Например, Я вас приглашаю завтра кататься на лошадях, а вы особо не любите кататься на лошадях, и вас вообще не привлекает конный спорт. И вы говорите, Ты знаешь, катание на лошадях это не мой конек. То есть это не то, что мне нравится. Подробно темы идиомы мы освещаем и на марафоне, и участники узнают большое количество идиом и начинают использовать их в своей речи. Поэтому, если вам интересно развить эту тему, то welcome на обучение. Один из последних пунктов, которые я хотела осветить, это использование слова get. Слово get очень присуще разговорной речи, и носители очень любят этот глагол, потому что словом get можно заменить очень много других глаголов в английском языке. Например, я могу сказать get вместо слова understand. Вместо того, чтобы говорить длиннющее слово understand, можно просто сказать I don't get you. Я не понимаю тебя, да? I get you. Я понимаю тебя. Также я могу использовать слово get вместо слова receive. Получать. То есть, например, I got an email yesterday. Я вчера получила письмо. Зачем говорить длинное слово receive, если можно сказать просто get? Также get это становиться. Например, I got hungry. Я стала голодной. Или I got angry. Я стала злой. Еще одно значение слова get – это зарабатывать. Я могу его использовать вместо слова earn. То есть, я могу сказать I earn money или I get money. А еще можно сказать I make money. Подробно про слово get, его значение, фразовые глаголы, с нему устойчивого выражения, я снимала прям несколько видео, которые есть на этом канале. Я оставлю ссылки в описании к этому видео, чтобы вы смогли подробно разобраться с этой темой. И, конечно же, на марафоне мы тоже уделяем несколько, прям несколько уроков глаголу get, потому что это важная составляющая английского языка, которую обязательно нужно знать новичку. На этом все. Это была первая часть нашего видео «Как сделать свою речь, максимально похожую на речь носителя». Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. Если вы хотите увидеть продолжение, если вы хотите, чтобы я сняла вторую часть, то, пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях или просто напишите мне что-нибудь, попросите меня, и я с радостью сниму вторую часть этого ролика. Также я приглашаю вас на мои открытые онлайн-уроки по английскому языку, которые провожу два раза в месяц. Для того, чтобы зарегистрироваться на занятия, необходимо перейти по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Вы попадете на сайт, оставите свою почту, и я пришлю вам ссылку на урок. Я буду рада видеть вас и на моем открытом уроке, и в друзьях ВКонтакте, и в следующем видео. До новых встреч, ребят! Хорошего вам дня! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok